Ну и в завершении выпуска. Никто не забыт и ничто не забыто. В Люберсах открыли музей Великой Отечественной войны. Огромное количество экспонатов и трофеев, собранных со всей России, представили в Доме офицеров. Наша съемочная группа наблюдала за открытием. На территории 60 квадратных метров расположен новый музей Великой Отечественной войны. Здесь находится свыше 400 экспонатов и 80 трофеев. Но это только основной фонд. Также в резерве музея есть еще и вспомогательный фонд, который насчитывает 186 трофеев и около 40 экспонатов. Напомним, ранее музей располагался в здании Добровольного общества содействия армии и авиации флота в Люберцах. По просьбе Совета ветеранов и Ольги Поликарповой, администрация выделила новое здание музея с большей площадью. Мы здесь будем теперь проводить максимум мероприятий. Мы будем помнить. Мы не только в День Победы будем помнить. Мы и Дни Боевой Славы, и будем проводить экскурсии, и будем здесь собираться. Кто-то, может быть, вспоминать, кто-то, может быть, что-то интересное сказать. Но для нас это, а тем более для ветеранов войны и детей войны, это большая радость. Поздравить с открытием музея пришли ветераны и дети войны, представители образовательных организаций, депутаты Люберец и глава округа Владимир Ружицкий. Это некая возможность узнать визуально нашу историю и более в нее окунуться. Огромная и кропотливая работа по поиску военных экспонатов со всей России была проделана сотрудниками музея. А на днях он пополнился еще несколькими трофеями с Оржева. Это героическая земля, там, где шли жесточайшие бои. То отдавались нашими, то опять мы отступали. Это героическая земля. И вот эта вот граната, вот эта граната, F1 оборонительная, это дал нам ее поисковик. До сих пор находят эти гранаты на поверхности земли. Как признается Ольга Поликарпова, из-за небольшой площади далеко не все трофеи-экспонаты удается выставить для ознакомления. Для нас сейчас это помещение, конечно, маловато, потому что фонды очень большие. Вот хотелось бы оставить это все оформить и, как полагается будущим поколениям, сделать это все логично, правдиво и без всякого пафоса. И чтобы они знали правду о Великой Отечественной войне, ну и вообще о событиях, о своих героях. Как признаются сами ветераны, новой площадью расположения музея они довольны. Это большая моя радость. Поскольку я имею какое-то отношение к этой организации, как-то долечку его создания, вот отношу их к себе. Этот музей мы давно ждали. У нас здесь есть музыкальная школа, кадетская школа. Посещение экскурсий – это все будет направлено на воспитание молодого поколения. И молодое поколение тоже не осталось равнодушным. Мне от рассказов вот этих вот ветеранов просто стало не по себе, потому что они такое переживают. Они через такое прошли, они такое видели. Мне все очень понравилось. Ну, действительно, теплый прием. Мой прадед воевал, и как бы это событие тоже касается моей семьи. В завершении встречи для всех присутствующих был устроен концерт, на котором исполнили песни военных лет. Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.